Привет, меня зовут Алексей Благих, я эксперт по бизнес ТРИС. ТРИС это технология, которая позволяет бизнесу быстро решать нерешаемые проблемы. Мы разбираем здесь 40 приемов устранения противоречий. И первый прием это 35 прием изменения параметров системы. Рассмотрим на примерах. Первый пример. Мы сейчас находимся на Байкале, за мной остров Альхон. И туда нет дороги. Там живут люди, туда доставляются грузы, туда летом ездят туристы. Соответственно, как-то они должны туда попадать. Как можно решить эту проблему? Первое, что приходит в голову, это построить мост. Но построить мост туда невозможно. Тут очень глубоко, здесь тектоника, постоянные землетрясения. И этот мост станет золотым, поэтому его не строят. Но при этом проблему решить надо. У нас возникает противоречие. Дорога нам нужна, потому что там живут люди, туда приезжают туристы, и туда нужно завозить грузы. Но при этом стоить она для нас должна небольших денег. Как решить эту проблему? Применяем прием 35. Изменяем параметры системы дорога. У нас дорога жесткая, твердая. Мы делаем ее плавучей. И у нас появляется паром. Соответственно, летом на пароме можно переправлять людей, грузы. На остров Альхон ходят на данный момент три парома, что полностью заменяет мост. И обходится при этом гораздо дешевле. Мы изменили параметр системы, она стала еще и плавучей при этом. Тем самым у нас полностью решено противоречие. Если летом проблему дороги решает паром, то зимой изменяются параметры среды вокруг. И Байкал покрывается льдом. 20 сантиметров льда Байкала выдерживают 10-тонный грузовик. И у нас появляется ледяная дорога на остров Альхон. Мы разобрали с вами технический пример применения ТРИС приема 35. Теперь разберем бизнес-примеры. И первым примером у нас будет продукт. У нас есть продукт обучения бизнес-ТРИС. Это большой профессиональный продукт, который удовлетворяет запросы определенной целевой аудитории на профессиональное обучение. И возникают новые запросы. Люди хотят больше погрузиться в ТРИС, узнать что-то новое, но они не готовы сразу идти в него. И у нас возникает проблема. У нас есть один всего продукт, а нам надо множество продуктов, чтобы удовлетворить запросы разной целевой аудитории. Что делать? У нас возникает противоречие. Продукт должен быть один для того, чтобы мы могли развивать его максимально качественно в глубину и делать профессионально свою работу. И продуктов должно быть много, чтобы охватить большое количество запросов разной целевой аудитории. Мы выбираем один продукт, потому что для бизнеса сфокусироваться на одном продукте лучше, выгоднее, дешевле. Тем самым мы можем делать его качественнее. Но при этом один продукт должен удовлетворять большое количество запросов разной целевой аудитории. Решением будет то, что мы изменили параметр объема нашего продукта, времени, сделали его более гибким и, соответственно, изменили его стоимость. Теперь у нас один и тот же продукт фактически разделился на линейку продуктов под разные запросы нашей целевой аудитории. У нас есть вводный курс, у нас есть лекции, мастер-классы, у нас есть воркшопы, есть индивидуальное обучение и групповое обучение, есть корпоративное обучение. Все это удовлетворяет запросы разной целевой аудитории, но при этом по факту продукт один. Тем самым мы решили противоречие, что у нас продукт один, но при этом мы работаем на большой рынок, на разную целевую аудиторию. Второй бизнес-пример применение 3С приема 35, изменение параметров системы. Системой у нас будет здесь команда. Нам нужна большая команда для того, чтобы всегда можно было удовлетворить любой запрос с рынка. И при этом у нас должна быть маленькая команда, чтобы у нас были минимальные затраты на фонд оплаты труда. У нас возникает противоречие. Команда должна быть большой и маленькой одновременно. Решением данной проблемы по 3С приема 35 мы меняем параметры системы команды. В момент, когда у нас есть большой проект, у нас большая команда, соответственно, все затраты окупает сам проект. Когда у нас проекта нету, у нас команда минимальная. Если обострить, то она вообще у нас нулевая. То есть у нас команда полностью собирается только под проект. Идет проектная работа. Тем самым устраняется противоречие. Команда большая и маленькая одновременно. И третий бизнес-пример это проведение эффективно стратегических сессий, тренингов. Важно, чтобы команда работала максимально эффективно. Для этого должна быть рабочая среда. Но при этом, чтобы команда раскрылась творчески и проявила свой потенциал, среда должна быть нерабочая, комфортная для того, чтобы человек творчески мог проявить себя. И у нас возникает противоречие. Среда должна быть рабочей и нерабочей одновременно. С точки зрения бизнеса цель все-таки создания рабочей среды, потому что максимальная эффективность для достижения бизнес-цели. И при этом должна быть абсолютно комфортная среда для участников, чтобы они раскрыли свой творческий потенциал. Используя прием 3С 35, изменение параметров системы, мы изменяем среду. Мы создаем рабочую среду внутри, а вовне у нас это может быть Байкал, это может быть яхта, это может быть выезд в лес, это может быть горнолыжный курорт. Тем самым у нас достигается та цель, которую мы поставили. У нас максимально рабочая среда внутри, мы работаем, проводим стратегическую сессию, тренинг. И одновременно у нас максимально комфортная и расслабляющая среда вокруг. Тем самым мы изменили параметры системы среда и получили нужный результат. Мы с вами разобрали один из 43С приемов, 35-й прием, изменение параметров системы. Мы с вами решили проблему для жителей острова Ольхон, чтобы у них была дорога. И три бизнес-примера. Как сделать один продукт на широкую целевую аудиторию и масштабироваться. Как иметь минимальные затраты на свою команду, но при этом иметь большую команду. И как проводить максимально эффективно тренинги и стратегические сессии, при этом создавать творческий потенциал. Изучайте бизнес-трис и решайте свои нерешаемые проблемы. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы. Я оперативно отвечу вам в комментариях. До встречи!